Продолжаем выпуск. Если не справляются со своими обязательствами, расторгайте договор. Глава региона в минувшие выходные посетил ряд стройплощадок в областном центре. Он ознакомился с ходом строительства домов и благоустройством прилегающих территорий. Проводимой работой Айдарбек Сапаров остался недоволен. Почему подрядчики не справляются со своими обязательствами, расскажет Илья Кудряков. Первой остановкой главы региона стал дом в микрорайоне Жасуркен по улице Горького. Его строительство начали в июне 2021 года и до сих пор не могут сдать в эксплуатацию. От благоустройства прилегающей территории и вовсе даже не приступали. Глава региона порочил сдать объект до 15 июня. Балкона не сделал, он еще внутри не сделал внутреннюю отделку. У него еще на улице благоустройство. 25 человек работает. Поставили задачу? Согласно графику они должны двигаться. Никакого отставания от графика не должно быть. Второй дом находится в этом же квадрате. К его строительству еще даже не приступили, хотя конкурс прошел в январе 2022. Сейчас здесь проводят испытания свай. До конца года дом возведут, отмечает подрядчик. Материал уже закупили, сейчас ждут итогов испытания. Отсутствие работы в прошлом году списывают на поздний снос. Сначала надо снести, полностью освободить территорию. После этого объявить конкурс. Надо же все правильно делать. Давайте теперь ускоряйте работу. Ускоряйте работу в этом году, чтобы коробка стояла. Также глава региона проинспектировал ход благоустройства дворов новых домов по улице Олиханово. К нему еще даже не приступили. Здесь, как и на предыдущем объекте, подрядчик списывает свои недочеты на поздний снос частного сектора. Плюс корректировки в проекте. И последние дома находятся в микрорайоне в Береке. Проблема здесь та же самая – отсутствие благоустройства внутри дворов. Несмотря на то, что строительство нескольких уже закончили. Глава региона поручил еще раз пересмотреть все договоры по объектам и в случае необходимости расторгать их с подрядчиками и искать более ответственных. Илья Кудряков, Урал Амренов, Служба новостей.